всем привет меня зовут артём и вы на канале каптим вместе друзья мои сегодня я хочу с вами поделиться одним обалденнейшим рецептом приготовления такого второго блюда полноценного в автоклаве я не так давно наделал большое количество разных колбас вот и у меня вот осталось пару таких кусочков потому что ну прям мы семьей прям переели вот что с ними можно сделать яичницу пожалуйста с утра там обжарил до залил яйцами классно вкусно но я решил приготовить такое интересное блюдо в которое будет входить картофель лук морковь соль перец естественно и колбаса сейчас беру и нарезаю кубиком картофель прям сразу погнали крупно не буду резать и мельчить в то же время тоже не собираюсь я картошку люблю в любом виде а с колбаской да овощами будет вообще песня как это блюдо называется да наверное тушеный картофель с колбасой и овощами может быть так а если вы знаете правильное название такого блюда напишите мне в комментариях это блюдо можно приготовить как с картофелем так к примеру и с гречневой крупой с перловочкой с фасолью поэтому здесь уже на ваш вкус и цвет картофель порезал займусь морковью морковь режу на полоски сначала а теперь разрезаю на две части и на небольшой кубик вот это даже можно еще на две части готово теперь нарежу лучок ну как на оливье мы режем так с луком я разделался оказался очень злой я тут рыдал еще 10 минут как обычно теперь пришла очередь заняться колбасой у меня таллинская и астраханская ведь однако такая как балыковая причинная а другая жирком сейчас почистить нужно теперь я режу колбасу на небольшой кубик и вот эту колбасу тоже отправляю сюда сделаем микс колбасный микс я беру баночки и отправляю в них по три-четыре горошины черного перца лаврушку я не буду добавлять она здесь на мой взгляд ни к чему я сейчас сделаю чисто на глазок такой рецепт простой без фанатизма но вам для вашего удобства я именно граммов очки все распишу в описании под роликом смотрите беру баночку и первым делом отправляю слой картофеля далее основной ингредиент это у нас колбаска снова картофель немножечко при трамбовую прижимаю колбаски до можно еще немного добавить готовлю для себя не на продажу поэтому здесь могу себе позволить вот такие огрехи по громовкам в плане того что в какую-то банку чуть больше там войдет там колбаски или картошки в другую чуть меньше это не имеет никакого значения дальше лучок прям беру такую небольшую горсточку лучка и таким же образом добавляю морковь вот смотрите что у меня получилось сейчас еще при трамбую при трамбую немножечко может быть даже пару картошин еще закину сюда вот что у меня получилось то есть я положил сейчас продуктов по плечике банки вот у примерно ложечка в ней 5 граммов соли я добавляю 3 грамма а теперь я заливаю чистую питьевую воду по плечике банки самое главное чтобы вода полностью покрывала продукты ну вот в нашем случае получилось именно таким образом ингредиентов хватило меня на 6 банок все теперь я закручиваю крышками банки пока отставлю в стороночку пришло время показать вам свою новинку что это такое кто знает поставьте на паузу и напишите конечно же это автоклав от компании домашний стандарт у вас сейчас закрадывается вопрос зачем тебе еще один автоклав отвечу теперь у меня не просто автоклав а знаете кто не догадаетесь личный повар вот так вот господа и отвечу вам на вопрос для чего же он мне понадобился документы у нас есть фотографии чем оснащен данный автоклав термощуп новая удобная крышка для автоклава тут всего лишь два крепежа и не надо вам стоять закручивать и много разных этих барашков кстати очень все легкое это алюминий ребятки автоклав весит буквально там четыре с копейками килограмма все очень хорошо упаковано вообще меня это радует когда вот максимально все четко пацаны вообще ребята четко ребят вот он весь автоклав простой компактный мега легкий так вот для чего мне нужен отвечу вам наконец-таки на данный вопрос я вот планирую поехать на рыбалку да не то что там на сутки одни на пять я хочу поймать свежую рыбку надеюсь это получится сделать тут же выпотрошить ее и приготовить консервы в автоклаве ребята данный автоклав работает от обычной бытовой плитки на газу то есть поставил и приготовил согласитесь удобно не только для тех кто ходит в походы а кто лето проводит на даче собрал сезонные свежие овощи и не надо тащить их в город взял и сделал себе консервы данный автоклав мне нужен для того чтобы мобильно можно было его с собой в машину загрузите забросить он вместо вообще не занимает да еще туда даже что это можно положить какие плюсы я отметил для себя в данном автоклаве то что он сделан из алюминия и причем здесь нет ни одного сварного шва монолитно а это не может не радовать потому что это безопасность автоклав оснащен крышкой параматик это крышка также оснащается трехэтапной защитой от избыточного давления безопасность друзья мои превыше всего автоклав оснащен манометром вот смотрите входит в пазы ну тут еще уплотнительная резинка есть но я пока не стал еще ставить автоклав можно использовать не только на бытовой плитке также на индукционный плите и на костре просто на костре да нужно будет следить за температурой там но тем не менее как бы универсальная штуковина ну что давайте тестировать новое устройство ставлю на плиту на плитку ставлю вот это фольжно помещаю баночки в автоклав кстати в автоклав входит 18 банк ребята поскольку мы с вами готовим на пару нам необходимо залить 2 литра воды я вставил уплотнительную резинку вы тоже не забудьте это сделать теперь закрываю и просто поворачиваю видите насколько все это максимально просто сейчас я еще вставлю термометр для контроля температуры и начну процесс приготовления готовить я буду на следующем режиме 120 градусов 40 минут как только процесс приготовления будет закончен нам ни в коем случае нельзя с вами открывать автоклав потому что там еще будет достаточное давление а также он просто будет горячий дайте остыть оборудованию до 40 до 30 градусов можно оставить на ночь даже чтобы прям наверняка и на утро уже открыть друзья мои я сорвался я не дождался о чем это я собственно говоря автоклав остыла не полностью я вам как до этого рекомендовал до какой температуры нужно чтобы остыла учу одному сам делаю по-другому но ладно виде исключения строго не судите я вам все рассказываю как должно быть поэтому вы не повторяйте за мной не ешьте горячие поэтому тут еще прям ну кипяток кипяток конечно градусов наверно 60 70 тут точно есть поэтому буду пробовать буду дегустировать кстати судя по консистенции это конечно больше похоже на первое поэтому наверное рецепт будет назван ну что-то из разряда из разряда колбасный суп что-то наверное в этом роде ну что давайте смотреть и пробовать что же получилось второе это горячо сейчас банки в тем ты сильно ага вот все хлопок был видите бульончик бульончик какой все прям ну кипяток давайте проверим картофель во первых как мы видим он держит форму он не превратился в кашу колбаса немножечко уменьшилась в объеме но незначительно настолько это вкусно ребята по соли изумительно вот я не пересолил получилось прям в меру прям вот достаточно соли и специи но вы сами видели что я добавлял только перчик вот он дал вкусную ароматику бульон кайф это кстати служит классным консервантом для колбасы ну к примеру вы колбасу там не доели переели что с ней делать но выбросить жалко естественно вот порезали все в баночку в автоклав всего законсервировано простерилизовано убрали как вы все видели готовил сегодня я на своем помощники который называется личный повар от компании домашний стандарт ссылочку на ребят я оставляю прям под этим видео зайдите к ним обязательно посмотрите у них постоянно проходят разные акции специальное предложение модернизируют оборудование на каждый вкус и кошелек вы найдете себе реального помощника на кухне наделал консерв живи припеваючи вообще не заботись о том что пришел домой тебе нечего поесть или ты сильно устал баночку открыл и первое тебе там и второе и компот можно сварить кстати вот это вот этот автоклав он не только как работает как стерилизатор как автоклав так еще как скороварка туда можно просто сгрузить разных продуктов и приготовить учтите классная тема поэтому ссылки оставляю все под этим видео также если же вам все понравилось обязательно подписываться наш канал ставьте большие пальцы вверх пишите комментарии задавайте любые вопросы а также не забывайте про нашу страничку группы вконтакте и телеграме там проходят розыгрыши много чего интересного кстати у нас группа вконтакте в ней будет вот прям с дня на день может с минуты на минуту 10 тысяч подписчиков и мы устроим классный розыгрыш а какой вы узнаете перейдя по ссылке которую я оставляю прямо под этим видео переходите в группу к нам и участвуйте и побеждайте ну а я буду продолжать дегустацию и на этой вкусной колбасно-супной ноте говорю вам до новых встреч господа мои хорошие